Сегодня мы с вами обсудим следующее. Сегодня 26 июля, день открытия Олимпийских игр в Париже. И этот день для нас, французов, начался с очень тревожных новостей. Дело в том, что французская внутренняя железнодорожная компания SNCF, которая у нас во Франции является основным пассажирским перевозчиком, за несколько часов до церемонии открытия Олимпиады стала жертвой массированной атаки с целью парализовать железнодорожную сеть. Сегодня утром в пятницу три пожара возле путей на Атлантической, Северной и Восточной линиях нарушили железнодорожное движение и вызвали значительные задержки в расписании поездов, сообщает нам с вами газета Le Figaro. Ну, надо сказать, что не только эта газета, понятное дело, сообщает, но и другие СМИ также все абсолютно говорят именно об этом. И я не зря упомянула, что именно сегодня открытие Олимпийских игр, потому что очевидно, что вот эта самая атака – это не что иное, как именно спланированное и массированное действие. Вообще тут даже близко не пахнет какой-то обычной стандартной рядовой поломкой или нарушением в эксплуатации железнодорожных путей или железнодорожной сети – это именно спланированная атака. Железнодорожная компания, в свою очередь, официально заявила, что стала жертвой массированной атаки, парализовавшей сеть ТЖВ, и предложила путешественникам отложить поездку и не идти на станцию. Приобретенные билеты можно будет обменять или вернуть, а власти начали расследование. Министр транспорта Франции предупредил, что последствия настолько серьезные, что за один день их не устранить. И вот все эти последствия будут ощущаться еще и все выходные. По его словам, эти действия были преднамеренными, так как все было сделано одновременно. И на месте обнаружили фургоны, а также поджигатели, ну, то есть не физические поджигатели, а приспособления и вещества. И еще одна цитата. «Все говорит нам, что это действительно поджог», – сказал чиновник. Глава компании железнодорожной уточнил, что пожары произошли около 4 часов утра и повредили трубы, по которым проходит множество кабелей, которые подключены к устройствам контроля безопасности. Вот эти самые красные фонари или переключатели. Поэтому без них невозможно будет эксплуатировать поезда. По прогнозам французских властей, от сбоя пострадают 800 тысяч клиентов. Уже известно, что придется переподключить сотни проводов один за другим. И только потом провести их тестирование. И только потом уже думать о том, можно ли их вводить в эксплуатацию и возвращать все это дело в нормальный режим. Надо сказать, что дело осложняется еще не только самими Олимпийскими играми, но и тем, что банально сегодня пятница. Это значит конец рабочей недели и конец учебной недели. И французы, которые работают где-то удаленно, или учатся в других городах, или вообще хотят посетить, навестить своих родственников, или куда-то выехать, еще же лето все-таки, разгар лета, конец июля. Соответственно, очень много передвижения именно в пятницу и субботу-воскресенье, потому что воскресенье вечером наоборот, да, все возвращаются на места работы, на места учебы. Ну и просто, в принципе, пятница, люди передвигаются очень часто у нас здесь на поездах, на работу, с работы. Это, конечно, тоже очень усложняет дело. В железнодорожной компании заявили, что бригады ремонтников, цитата, находятся на месте, чтобы провести диагностику и начать ремонт. Компании придется перенаправить многие поезда. Штатное возобновление движения ожидается не раньше, чем в понедельник. А вот юго-восточная высокоскоростная линия не затронута, но это только потому, что вот именно на ней диверсия была вовремя предотвращена. И, конечно, железнодорожная компания прогнозирует увеличение времени в пути в течение всего дня, ну и, соответственно, отмену поездов. Особенно тех поездов, которые идут в Париж и из Парижа. На канале БФМ-ТВ министр спорта Амелия Удера-Кастера осудила акты саботажа, цитата, «Я действительно хочу самым решительным образом осудить то, что происходит сегодня утром. Это действительно ужасно», – добавила она, полагая, что, цитата, «играть против игр, ну имеется в виду олимпийских, значит играть против Франции». Префект полиции сообщил об увеличении штата сотрудников и усилении системы безопасности на парижских вокзалах. Глава региона Ильды Франс со своей стороны призвала пользователей, которые должны были уехать в эту пятницу, не идти на станцию. Исполняющий обязанности премьер-министра Франции Габриэль Аталь пообещал, цитата, «найти и наказать виновных в том, что железнодорожная сеть страны оказалась парализована в результате диверсии перед церемонией открытия Олимпиады в Париже». Еще одна цитата. «Последствия для железнодорожной сети масштабные и серьезные. Наши разведывательные службы и правоохранительные органы мобилизованы, чтобы найти и наказать виновных в этих преступных деяниях», сказал Аталь. Кроме этого, сейчас поступает информация о том, что терминал французско-швейцарского аэропорта Базель-Мулюз, его еще называют Евроаэропорт, эвакуировали по соображениям безопасности. Полеты приостановлены, сообщает пресс-служба аэропорта. В сообщении говорится следующее. «В целях безопасности терминал пришлось эвакуировать. В настоящее время он закрыт. Выполнение рейсов временно приостановлено. Пассажиров просят связаться со своими авиакомпаниями для получения информации о рейсе». Французско-швейцарский аэропорт находится около города Сен-Луи, это северо-восток Франции, недалеко от швейцарской границы. И это единственный в мире аэропорт, который управляется совместно двумя странами. Конечно, с этой Олимпиадой Франции будет очень тяжело, потому что в сложное время она проходит. К сожалению, Олимпиада в Париже проходит не в мирное время. К сожалению. И об этом многие забывают. Часто сравнивают вот эту Олимпиаду 24-го года с какой-то там Олимпиадой в том году, в сём году. Особенно интересно это сравнение с Олимпиадой в Советском Союзе, которая была, помните, вот с Олимпийским мишкой. И вот начинается вот раньше то, раньше сё. Дело в том, что как раньше, больше не будет. И не будет никогда. А вот как будет, вот это вот большой вопрос. Потому что эти Олимпийские игры как раз попали на то время, когда активно идёт передел мира в целом. Огромный кризис везде. И экономический, и политический. С огромными последствиями. Совершенно непредсказуемыми. Что будет дальше, непонятно. И для тех, кто опять же забыл, я напомню, что идут войны страшные, кровопролитные. И это, конечно, тоже нельзя не учитывать. Ещё раз повторюсь, это не мирное время, когда можно фукать тут, что-то какие-то предъявы кидать. Уж как могут, так и справляются. И это только внешняя, как говорится, обстановка. И во Франции в самой тоже много потрясений было в последнее время, вот перед Олимпиадой конкретно. Вы же помните, были выборы в Европейский парламент, в ЕС. И там провалилась правящая партия, партия Макрона. Соответственно, он распустил нижнюю палату уже нашего французского парламента, Национальную ассамблею. Назначил внеочередные выборы. Это всё буквально вот перед самой Олимпиадой. И да, мы тут, конечно, тоже немножко прифигели. Ну, куча была вот этих всех потрясений политических, экономических. В общем, всего. И, конечно, эта Олимпиада, она вот такая. Она просто такая. Она пришлась на вот это сложное время. Не могу сказать, что если бы она была где-то в другом месте, не знаю, в Германии, в Австрии, да где угодно, да, как-то было бы сильно лучше. Но, по крайней мере, всё равно бы влияние того, что происходит, сейчас оно, безусловно, ощущалось бы. Потому что вот эта война всех против всех, я имею в виду не только политиков, а вообще всех против всех. Кому интересно, просто загляните в комментарии, как говорится, и поразитесь. Вот под моими видео далеко ходить не надо. Она провоцирует, ну, какую-то просто адскую агрессию. Просто все вот, из всех просто щелей лезет вот это говнище. Просто из всех. И понятно, что здесь не ограничиваются, как вы видите, только речами, какими-то там страшилками, угрозявками или вот это всё. Всякое говно вылазит из-под коряги, которая там пряталась долгое время. И отдельные фанатики, и организации разные, которые хотят о себе заявить не только мирным путём, да, есть, как вы понимаете о чём. Просто не всегда можно говорить открыто на канале, вообще на ютюбе про всякие измы. Если вы понимаете, о чём я, да. Начало на тер, начинается на изм, кончается. Вот, поэтому, да, да, очень сложные условия, очень сложные. На это, конечно, нужно обращать внимание, и об этом не нужно забывать. Если бы это было мирное, обычное время, ну да, там всегда есть, конечно, какие-то сложности свои, тут от этого никак не уйдёшь. Но вот именно вот это, вот именно эта конкретная Олимпиада, она, да, она проходит вот в такое сложное время. Ну и по поводу Олимпиады, по поводу Олимпиады, я напомню, что она начнётся сегодня. Открытие будет в 20 часов 30 минут по московскому времени, церемонии открытия Олимпиады. И в Играх Олимпийских выступят также 15 спортсменов с паспортом России, Российской Федерации. Все они должны были согласиться на условия допуска и пройти несколько ступеней проверок по линии МОК Международного Олимпийского комитета и Международной Федерации по своему виду спорта. Кто конкретно будет участвовать, я говорила об этом в каких-то предыдущих видео не так давно. Прямо перечисляла виды спорта и перечисляла, кто именно из этих 15 спортсменов будет всё-таки участвовать в нейтральном статусе. Так вот, представители России и Беларуси выступят на Олимпиаде в Париже в 2024 году в нейтральном статусе без государственных символов. По решению организаторов, атлеты из России и Беларуси не будут принимать участие в церемонии открытия Олимпийских игр, которые, я вам напомню, состоятся вот уже, состоится, точнее, церемония открытия буквально через считанные часы. А я вам желаю всего самого-самого наилучшего мирного неба над головой. И мы с вами очень скоро увидимся в моем новом видео.